Натурова специальность и анестезиология. Ну, как мы разговариваем, то есть выход по нему в августе, да? В августе, в августе. После журналистка отрочется в августе. Как? Но выходить, если вы, то можно, наверное, что-то садится. Профессия нравится, не ошиблась. Вы помогали. Вы помогали. Наши имена малоразов. Так, вот молодому человеку однозначно на квартиру. Мы это точно знаем, уже проговариваем. Там даже в личной комиссии, вот, вот, уже понимали, квартиру, когда он был. Многодетная семья, да? Конечно. В будущем. Так, ну, то есть, все, мы с тобой так порешали, так, в принципе, решили. То есть в конце июля ты подходишь, начнешь, походишь так, посмотришь, и получишь. Лишь после записи, как там, с первым янцем. Атоха Алексеевич, в этом году закончен наш. По-тосамински психиатр. В родной? Да. А с тропа войдем, да? Можно, да? Когда? Вадим Ирюшин. С ростом? С ростом. Все. Пожилье. У тебя пока нет. Не правы. Семьи пока нет. Не, ну, мало, что бывает. Ход назад была такая ситуация, вы там, короче, сказали. Пока нет. Хорошо. Пожелания пока нет. Ну, ничего нет. Все, ладно. Мальцева Татьяна. Закончена, я закончила интернет-продукты. Специальница с педиатрии вышла в поликлинику на работу с 3-2 часа. Возвращаюсь с вами всей семьей, потом с той же днём. Во всей семье. А, муж? Муж. 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 Я, она, сейчас. А? Со мной муж возвращается. Он не специально. Он не медит. Ну, а кто? Устроитель. Ну, нормально. Ходелся. Работу там делся. Так, вы уже вышли, да? Сертификат. Да, и сертификат. В 10-м часа участвует. Угу. Как мы, как вечер, проведём неделю получать и сертификат? Посмотрим? Посмотрим. Вы уже работали у нас? Да. Семя, как прием, у жила, помогали с садикам, да? Да. То есть, если у кого-то какие-то проблемы с садиком, то благодаря тому, что у нас садики построены новые, и свои люди есть, да, Витя Артёш? Садики проблем до, после двух лет вообще не были. У нас это трёх лет еще. Да, да. Садик всегда устроен. Да, садик всегда устроен. Так что, если у кого-то есть такие вопросы, можете сразу выписываться, мы вам помогаем. Коллега. Софрыгина Марина Геннадьевна закончила интернатуру по специальности терапия в этом году. Сюда вернулась так, как я пацаневал. Ну, хотелось бы работать в стационаре, видела себя, вижу, в стационаре. И, конечно же, лишний вопрос. У вас семья? Семьи нет. Так, когда вы получили сертификат уже? Сертификат я еще не получала. Когда получите? После 25-го иния. И когда вы не можете посетить? В августе. Семьи нет, детей нет? Нет, мы уже нет. Пока. Есть, кто учитывается? Бежит. А если врач, то еще лучше. Так, а интернатура у вас проходила? КГБ номер один. Краевая, да. Ну, направление какое-то, что на логике все вместе? Ну, вообще у меня направление ходило в аптезиатрию, так как здесь нет таких... Ну, я целевое, и у меня не было выбора. Ну, терапевт тоже. Мы в аптезиатов забираем специалиста. Хорошо. А там гастро, если направление специалиста. Ну, я понимаю, функциональная диагностика где-то не у вас. Ну, посмотрите. У нас функциональная диагностика, это человек, который не приятный. Он не приятный. Может работать и... У нас, в принципе, потребность есть и функциональный диагностик. Ну, и просто у нас принимание было. Ну, совмещать будет. То есть ждем у вас, получается, после Нового года, да? Да. Ну, тогда, соответственно, суббором, я понимаю, тоже, что понятно, что для него там радует. Там время. Вы тоже пока поучитесь, я так понимаю, да? У вас можно, да? У вас можно, да. Понятно. Вы, Владимир Наталья Николаевна, я закончила в этом году у нас в Медицинский государственный медицинский университет. Угу. Ну, вот, собственно, и все. У вас аккредитация первичная? У вас аккредитация первичная терапия, да? Нет, ну, вообще, да. Ну, нет, она может быть либо терапевт, либо медиатор. Я планирую орбинатуру. Орбинатуру в Новосибирске? Да. Сколько у вас там конкурсов происходит? И орбинатуру какую-то? Ну, вообще, я планирую сделать диагностику. То есть сразу? Ну, хочу попробовать. Угу. Ну, и какой там конкурс, что там у вас? Потому что я знаю, что вышел приказ об орбинатуре, да? Там несколько все поменялось, да? Вы смотрели на приказ? Ну, там поменялось все. Да. То есть по приказу необходимо, желательно иметь, помимо аккредитации, хорошего экзаменов, да? Необходимо иметь дополнительные баллы, видно, как тот раз, который должен, например, дополнительный стаж работы в медицинской организации, да? У вас это все есть? Да. То есть вы проходите на бесплатный? Ну, вообще, да. Скорее всего. В таком случае вы ставите на втором договор хотите подписать или как, чтобы понимали турок? Я вообще пошла просто узнать, мне позвонили. Не, я понимаю. Ну, мы сейчас где-то вот здесь разговариваем. То есть вы хотите подписать на втором договор целевой или как? То есть вы аренатуру проходите? Или вы, допустим, подстраховываетесь? Нет, или вы подстраховываетесь, что если вы не пройдете, что сразу понимаете, что если вы не пройдете по государству, тогда бесплатно, то чтобы мы, например, заключили договор по платным, сразу скажите, чтобы понимаете, кто был. Все, вообще, надеюсь, что я пройду, и потом после ординатуры вернусь. Хорошо, если не пройдете, вы хотите заключить договор, правильно? Ну да. Хорошо. Слава Александровичу. Привет, Кошмик. Как спрашиваю, что в каком этапе? В принципе, нам надо всего приходить. По каждой, я так вижу, потому что коллеги жильем, коллега с Володовичем будет заниматься обучением в ординатуре, то есть по своему пожеланию. Три квартиры. Три. Я вас слышал, не давите. Скажите благодарственное слово молодому человеку, который у нас уже закрыл. Хочется сказать, что, конечно, для нас эта встреча тоже носит какие-то положительные моменты и надежды, потому что мы работаем уже давно. Опыт свой хотелось бы передать достойным, и поэтому, когда приходит молодежь, не только приездки. Татьяна Анатольевна, у нас почти сразу являлся наш коллектив, поэтому она человек не новый для нас. Я думаю, что у нас все сложится, и я так думаю, любому из вас, самое главное, вот по опыту прожитых лет, я хочу вам пожелать. Вы не бойтесь, спрашивайте, если что-то не знаете, 30 раз спросите, вам никто не откажет в помощи. Если вы будете замыкаться и где-то непонятную ситуацию, которую вы попытаетесь сами разрешить, можете зайти в тупину. Поэтому пользуйтесь возможностью. Пока есть у кого учиться, мы пока что за это деньги не будем. Если выразиться так, потому что сейчас никто, никого, за просто так, уже люди грамотные и видели, никто просто так опытом не делится. Пока что мы живем в таком городе, где мы приветствуем молодежь, встречаем их с распростертыми объятиями и хотим, чтобы у нас все становилось хорошо. Поэтому вы приходите, приезжайте, будем работать совместно, на благо нашего населения. Продолжение следует...